Вот как запустить игровой канал в 2022 году. Стратегия номер один. Как часто загружать? Если ты со временем создашь хороший игровой контент, твой канал наберет обороты. А теперь скажи, что такое хороший контент, если это не субъективно, и как часто ты должен его загружать? Хорошо-хорошо просто означает, что он получает свою целевую аудиторию, которая в данном случае является поклонниками игр, чтобы нажать, чтобы посмотреть ваши видео, а затем сохранить их на YouTube. В идеале на большем количестве твоих видео. И я расскажу, как это сделать всего за две секунды. Но первый, сколько ты должен загрузить? Нет, тебе не нужно выпускать ежедневные видеоролики, чтобы создать игровой канал в 2022 году. Ты можешь, если умеешь, создавать качественный контент, и мы рассмотрим это всего за две минуты, но я бы стремился загружать по крайней мере одно игровое видео в неделю. Что касается того, насколько длинными должны быть ваши видео, я бы просто взял то количество времени, которое вам требуется для создания контента без наполнителя, без пуха. И это дает огромное преимущество в том, что вы делаете хорошо. Стратегия номер два. Играй только в одну игру на своем канале. Теперь, как геймер, ты, вероятно, наслаждаешься несколькими играми. Однако, я призываю тебя сосредоточиться только на одной игре. В идеале на твоей любимой. В 2022 году ты все еще можешь играть в другие игры для развлечения, но я бы рекомендовал сосредоточиться на как можно меньшем количестве игр на твоем канале. Ты заметишь, что многие ведущие игровые каналы, такие как Beast Gaming, Lucky Maker, LS Meme, делают это не все. Теперь ты можешь сказать, что есть несколько крупных каналов, которые действительно играют в несколько игр, и хотя это правда, многие из них на самом деле выросли, играя в одну или всего пару игр, и они стали известны за это. Вот почему. В частности, я рекомендую начать играть в одну игру, когда одно из ваших игровых видео снимет весь ваш канал, и это принесет пользу всем остальным видео на вашем канале, потому что у вас есть канал, полный видео из одной игры. Из-за этого ты получишь более высокое соотношение просмотров и подписчиков. Твои подписчики будут смотреть больше видео на твоем канале. Твои зрители будут смотреть больше видео на твоем канале. И это ключевой показатель для YouTube, чтобы затем продвигать твой контент больше. Стратегия номер три. Как на самом деле создавать свои игровые видео. Если ты собираешься записывать свой игровой процесс, я рекомендую использовать бесплатное программное обеспечение под названием App Studio для записи, а затем, по крайней мере, получить приличный USB-микрофон, такой как Blue, Yeti Nino. Я бы также посоветовал обзавестись камерой для лица для твоих игровых видео. Ты можешь начать с веб-камеры, такой как Logitech C922, который имеет отличное качество, а затем, в конце концов, когда ты сможешь себе это позволить, ты можешь получить зеркальную камеру, такую как Panasonic G5, а затем подключить через кабель HDMI компьютеру с помощью чего-то вроде Camlink 4K, что по сути превращает вашу камеру в веб-камеру супер-высокого качества. И вот как я записываю это видео. Теперь ты можешь спросить, тебе обязательно нужно показывать свое лицо, если ты ведешь игровой канал. Нет, тебе не нужно показывать свое лицо. А я на самом деле веду канал с более чем миллионом подписчиков. Кстати, не в игровой нише, но я бы никогда не показал свое лицо на этом канале. Однако, 4 игровых канала. Я бы рекомендовал показать твое лицо. Если многие ведущие каналы в твоей нише, которые играют в игру, в которую ты собираешься играть, сделают это. Ты заметишь, что некоторые типы игрового контента любят пошаговые инструкции по играм. Или если ты входишь в десятку лучших игровых видео других людей, таких как канал ТОП-5 Гейминг, им не обязательно показывать свое лицо. Так что это зависит от типа контента. И я рекомендую провести небольшое исследование видеороликов, которые хорошо работают в игре, в которую ты собираешься играть. Тогда я рекомендую отредактировать твои видео, убрав все пробелы, где ты не разговариваешь или ничего не происходит. А некоторые бесплатные редакторы — это OpenShot, Shot, Cut и HitFilm Express. А мой любимый платный редактор — PowerDirector. Я рекомендую редактировать твои видео так же, как и другие видео, которые хорошо работают в игре, в которую ты собираешься играть. Не копируй их напрямую. Но если ты заметишь, что на многих ведущих каналах нет вступлений, у них много быстрых сокращений, и они очень быстро растут. Это действительно хороший знак того, что ты также должен включить в свои видео. Стратегия номер четыре. Убедитесь, что на вашу игру есть спрос, чтобы убедиться, что вы не тратите свое время на свой игровой канал. Учитывая, что ты хочешь получить от этого много просмотров и потенциально заработать на этом деньги. Я рекомендую провести небольшое исследование рынка, чтобы убедиться, что ты не играешь в какую-то супер непонятную игру. Это снизит твои шансы получить просмотры среди подписчиков. Чтобы сделать это, ты можешь просто зайти на YouTube, найти игру, в которую ты думаешь поиграть, а затем убедиться, что на них есть по крайней мере пара видео с более чем сотней тысяч просмотров. И я бы позаботился о том, чтобы постоянно появлялись видеоролики с большим количеством просмотров о твоей игре. Все, что тебе нужно сделать при поиске на YouTube, это нажать фильтр и отсортировать по наиболее просматриваемым видео, загруженным за последний месяц. Чтобы убедиться, что о твоей игре продолжают появляться видеоролики, которые набирают много просмотров, и что это вечно зеленая игра, такая как Minecraft, например. Теперь ты, возможно, спросишь, есть ли какие-то игры, которые слишком насыщенные, и в которых слишком много конкуренции, в которые я не должен входить, как, например, Minecraft. Это отличный вопрос, и мы рассмотрим его в стратегии номер 6. Всего за второй, но первый. Давайте перейдем к стратегии номер 5, которая заключается в том, как найти, какие видео снимать. Вот как никогда не исчерпывать идеи для своего игрового канала. Ты можешь использовать это как список мест, где можно получить видео от номер 1. Другие популярные видео на YouTube, и их можно найти, выполнив поиск по вашей игре на YouTube, щелкнув по видео, просмотрев всплывающие видеоролики с подсказками. Там есть тысячи идей для видео. Номер 2 — это исследование ключевых слов, а номер 3 — новые игровые функции. Итак, еще 4 популярных видео. Ты можешь подписаться на некоторые из лучших каналов своей ниши, которые играют в твою игру, а затем посмотреть, какие самые популярные видео на их страницах, а затем воссоздать их для себя. Для исследования ключевых слов вы можете использовать такие инструменты, как видик, для поиска ключевых слов, относящихся к вашей игре, а затем сортировки по ключевым словам с наивысшим общим рейтингом, которые покажут вам ключевые слова с высоким объемом поиска и низким уровнем конкуренции, чтобы вы могли начать получать легкий поисковый трафик. И это может быть отличным способом изначально найти видео для вашего игрового канала. И, наконец, ты можешь присоединиться к сообществам игр, в которые ты играешь, в таких местах, как Дискорд, Реддит, Онлайн, Форумы и ТЭР. Д, чтобы узнавать о больших обновлениях, которые появляются в твоей игре, чтобы ты мог потенциально снимать видео о них. Кроме того, делая это, ты увидишь, в чем заинтересовано сообщество в целом, и что бы ты ни делал. Помни об этом, когда дело дойдет до развития твоего игрового канала в 2022 году. Для того, чтобы ваш игровой канал приносил пользу, вам нужно предоставлять ценность, а ценность может быть в форме образовательной ценности или развлекательной ценности. Просмотр видеороликов, которые учат людей, как что-то делать в игре, будет иметь образовательную ценность. Развлекательная ценность заключалась бы в том, чтобы просто делать что-то веселое и занимательное в игре. Оба могут отлично работать. И определенно имейте в виду, когда вы создаете свой игровой контент, что вы предоставляете ценность конечному зрителю. Теперь, как я обещаю, мы перейдем к стратегии номер шесть. Как определить, слишком ли велика конкуренция в игре, в которую ты собираешься играть. И прежде чем мы перейдем к этому, обязательно нажми на кнопку подписаться. Теперь вот как это сделать. Сейчас, на этом этапе, ты, возможно, спрашиваешь о насыщенности и о том, возможно ли вообще создать канал в игре, в которую ты думаешь играть. Теперь вот что большинство людей на YouTube не понимают в конкуренции. Теперь насыщение до определенного момента действительно может быть хорошей вещью, потому что вы можете попасть в наводящую на размышления видеопередачу других популярных видео, которые играют в вашу игру. Однако, может быть такая вещь, как слишком большая конкуренция, если вы не создаете контент, который становится все лучше и лучше, просто означает более высокий клик по рейду и лучшее удержание аудитории. Больше времени на просмотр, чем у конкурентов. Все говорят о слишком большой конкуренции, но большинство людей не учитывают, что зрительская аудитория соответственно растет и продолжает расти. Так что, несмотря на то, что конкуренция больше, зрителей тоже больше. И вне конкуренции. Сколько из них на самом деле создают хорошие видео, которые хорошо работают? И сколько из них на самом деле знают, что они делают? И на самом деле применяют хорошую стратегию, как вы видите в этом видео? Я имею в виду, сколько видео Minecraft Let S Play ты видел там, в которых вообще нет редактирования. У них есть название, которое никто в мире никогда не стал бы искать, без пользовательских миниатюр и без голосовых видео. Так что да, это огромная конкуренция. Но если ты можешь создавать видео лучше, чем эти конкуренты, то я верю, что ты сможешь расти. И вот в чем секрет. Если ты можешь создавать видео лучше, чем конкуренты, то не имеет значения, насколько они насыщены. Так вот, что я рекомендую тебе сделать, просто чтобы убедиться, что ты сможешь развивать свой игровой канал. Посмотри несколько лучших игровых каналов в той нише игры, в которую ты хочешь играть. И будь честен с этим. Могу ли я создавать контент, похожий на контент, который они производят? И действительно спроси себя об этом, потому что, если ты не можешь создавать контент, который по крайней мере равен тому, что уже хорошо работает на YouTube, тогда ты, возможно, не сможешь конкурировать на том же уровне, что и они. Ты все еще можешь получить тысячи просмотров или десятки тысяч просмотров. Но для того, чтобы получить миллионы просмотров и конкурировать с этими топовыми каналами, просто спросите себя, можете ли вы создавать контент, похожий на них. А если ты не можешь, то вообще не волнуйся, потому что со временем ты сможешь научиться снимать эти видео на своем игровом канале. Просто для примера, посмотри некоторые из первых видеороликов на некоторых из самых популярных игровых каналов, и ты увидишь, что все с чего-то начинают. Обычно это действительно дерьмовые видео. И со стратегиями, которые ты изучаешь в этом видео, ты можешь быть даже лучше, чем некоторые из крупнейших каналов, с более чем миллионом подписчиков, когда они только начинаются. И если ты сейчас так хорош, представь, где ты будешь через 2-3-5 лет со своим игровым каналом и крупными игровыми каналами, которые существуют. Их первые видео, как правило, не являются вирусными. И если ты действительно хочешь запустить большой игровой канал и хочешь знать, что для этого нужно, обычно требуется загрузить много видео практически без тяги. Пока одно из твоих видео не выйдет, ты будешь транслировать все остальные видео на своем канале, и в конечном итоге, надеюсь, будешь расти в геометрической прогрессии. Сейчас большинство игровых каналов не могут справиться с загрузкой 3060, 100 видео практически без поддержки, и многие из них сдаются. Но если ты серьезно относишься к этому, и я верю в тебя, если это так, то обычно это требует значительного отставания. Но поверь мне, в конце концов, это того стоит. Если ты можешь зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом, играя в любимую игру, это на миллион процентов того стоит. Теперь вот три секрета, чтобы убедиться, что ты делаешь это правильно, чтобы добиться успеха на своем игровом канале. Секрет номер один — это добросовестное использование. Теперь видеоигры являются произведениями, защищенными авторским правом, и тебе может быть интересно, как можно избежать проблем с авторским правом, играя в игры на YouTube. Хорошо то, что большинство видеоигр предоставляют лицензии, потому что они понимают, что невероятно выгодно получать всю бесплатную рекламу от ютуберов, которые играют в свои видеоигры. Я рекомендую ознакомиться с правилами и условиями игры, в которую ты собираешься играть. И, к счастью, большинство издателей видеоигр размещают это прямо на YouTube. Если ты ищешь это и убедишься, что можешь играть в их игру на YouTube для коммерческого использования, это просто означает, что ты можешь зарабатывать деньги на своих видео. Просто поищи что-нибудь в Google, например, могу ли я транслировать эту игру. Могу ли я заработать деньги, снимая видео об этой игре и подобных условиях, чтобы найти то, что опубликовал создатель реальной игры. Секрет номер два — создание хороших миниатюр и заголовков. Даже если у тебя лучшее игровое видео в мире, если у тебя нет хорошего эскиза, и ты не заставишь людей нажимать, чтобы посмотреть это видео, ты не получишь столько зрителей, сколько мог бы. Мы можем увеличить вероятность того, что люди нажмут, чтобы посмотреть наши видео, благодаря хорошим миниатюрам и заголовкам. Особенно для твоих первых 30 видео, я рекомендую смоделировать то, что уже работало в твоей нише, и сделать похожие миниатюры и заголовки. Опять же, это не означает точное копирование, но выполнение лучших практик, которые в настоящее время работают. И вы можете использовать такие инструменты, как CanvasNAPA, чтобы легко создавать отличные миниатюры. И секрет номер три, как быстро развить свой игровой канал. Ключом к быстрому развитию вашего игрового канала в 2022 году является наличие цикла оптимизации, который обеспечит рост вашего игрового канала с течением времени. Первое дело первое. Мы не хотим просто гадать вначале и загружать случайный Minecraft. Давай воспроизведем видео без редактирования, закадрового голоса или чего-то еще. Мы хотим моделировать то, что уже работает для наших первых 33 видео. Если мы заметим, что конкурс успешно выпускает 10-минутные видеоролики, то я бы рекомендовал тебе начать именно с этого. Тогда, как только мы загрузим 33 видео на наш канал. И помни, мы не просто гадаем с этими видео, мы видим то, что уже сработало. Воссоздаем видео по-своему на основе этих видео. Тогда я рекомендую проанализировать аналитику этих 33 видео и сделать глубокое погружение. Как только они будут загружены, мы хотим посмотреть на показатели удержания аудитории для ваших отдельных видео, посмотреть, где люди нажимают, и посмотреть, где люди смотрят больше. Если ты замечаешь, что люди уходят во время твоих длинных вступлений, то я рекомендую просто вырезать твои вступления, и твои видео будут намного лучше. Теперь посмотри на свои ставки по кликам и посмотри, какой стиль миниатюр становится самым высоким. Нажми на ставки и заставь как можно больше людей смотреть твои видео. И убедись, что у тебя есть по крайней мере 4 нулевых впечатления, чтобы также получить статистически значимые данные. И вообще не волнуйся, если у тебя этого еще нет. Не волнуйся, если у тебя его не будет после 30 видео. YouTube обычно требуется некоторое время, чтобы протестировать ваш контент, но они это сделают, особенно если вы правильно его оптимизируете. И если ваш контент хорошо зарекомендует себя в тесте YouTube, то они будут продолжать продвигать его дальше. Тогда загрузи еще одну партию из 30 видео, основанных на этих улучшениях. И если ты будешь делать это со временем и будешь повторять этот процесс, твой канал будет расти. И очень вероятно, что со временем все станет лучше, потому что теперь у тебя есть реальная система, а не просто догадки. И к следующему году у тебя будет налаженный игровой канал, получающий регулярные просмотры и подписчиков. Набери да в комментариях, чтобы подтвердить, что я верю в тебя. Ты справишься. Теперь посмотри это видео, чтобы увидеть, как создать настоящее игровое видео с нуля. Ты увидишь, как я создам игровое видео перед тобой с нуля, так что, если ты хочешь его посмотреть, посмотри прямо здесь. Спасибо, что посмотрел. Увидимся.